Рядом со мной находится начальник управления торговлей и бытового обслуживания населения города Краснодар Елена Кочегарова. Елена, здравствуйте. И сегодня будем говорить о спросе на кубанские продукты, о несанкционированной торговле, о борьбе с ней и, конечно же, о ярмарках. Ну, давайте, наверное, начнем с потребительской сферы. Как она вообще у нас представлена в городе? Я хочу сказать, что Краснодар, как столица Кубани, выступает в качестве центрального звена потребительского рынка всего региона. То есть здесь сосредоточено в городе Краснодаре большое количество торговых объектов, предприятий общественного питания и предприятий, оказывающие бытовые услуги населению. Если мы говорим про цифры, про оборот, то в Краснодаре сосредоточено порядка 40% от всего оборота края по торговле, 39% оборота общественного питания и порядка 42% от всего объема, оказываемых платных услуг на территории всего региона. Поэтому ниша довольно-таки значительна. Сегодня Краснодар можно назвать крупнейшей торговой площадкой не только нашего региона, но и Юга России. Если мы говорим об обеспеченности торговыми площадями, то в Краснодаре на тысячу жителей количество торговых площадей превышает практически в два раза среднекраевой уровень. То есть если в цифрах 1359 квадратных метров на тысячу жителей. Это хороший показатель. То, что касается в принципе потребсферы. В Краснодаре работают более 8000 предприятий розничной торговли. В общепите у нас 1259 объектов на сегодняшний день функционирует. Также у нас сфера бытовых услуг насчитывает 3680 объектов. На территории города работают 3 рынка, более 100 ярмарок, 10 из которых ярмарков выходного дня, 25 социальных рядов. Также у нас есть сезонные и несезонные торговые объекты. И тех и тех порядка тысячи. То есть несезонные, которые круглогодично функционируют, сезонные, которые на определенный период, 5 или 7 месяцев в году. А вот так в целом представлена потребсфера региона. И также еще хочу отметить, что очень активно развивается онлайн-торговля. У нас в прошлом году открыты маркетплейсы таких крупнейших компаний, как Яндекс.Маркет, Озон. Также активно развивается доставка. Обычных магазинов оффлайн-торговли переходят в онлайн. У нас доставка организована и магазинами Магнит, Пятерочка, Лента. Также Сбермаркет. Это вот именно доставка специализированная работает. Самокат, вкус, вилл и так далее. То есть очень активно развивается интернет-торговля. И обороты по интернет-торговле как в регионе, так и по городу Краснодара активно растут. То есть спрос есть на это? Спрос есть. Это очень модное, новое направление. И в период пандемии многим жителям понравилась данная услуга, поскольку маркетплейсы и представители онлайн-торговли, когда заходят на рынок, они предлагают более лояльные условия. То есть и вот такие, как бесплатная доставка или по минимальной цене оказалась довольно привлекательной для потребителя. И поэтому у нас это активно развивается. А на продукты Кубани спрос есть? Ну, естественно, традиционно эта продукция привлекает внимание. То есть ярким примером можно считать ярмарки выходного дня. У нас большое количество посетителей этих ярмарок. Это удобно и для сельхозтоваропроизводителя, как площадка для реализации собственно выращенной продукции или для продажи продукции переработки. На территории города, как я уже сказала, функционирует 10 ярмарок выходного дня. Они традиционно работают по субботам. Несколько у нас было случаев, мы работали как в качестве тоже пилотных проектов, по воскресенью организовывали ярмарки, но они не так успешные, как вот субботние. Традиционно, колоритно у нас жители привыкли, что в субботу можно посетить ярмарку выходного дня. Если мы говорим по количеству участников, это порядка 550 сельхозтоваропроизводителей представляет свою продукцию на ярмарках из 16 районов края. То есть это большое количество людей. И если мы по объемам продукции говорим, то это порядка 110 тонн продается продукция на этих ярмарках. Поэтому продукция востребована. И также, если мы говорим про кубанские продукты, то еще есть у нас такая программа «Сделано на Кубани». Такой конкурс организован по поручению губернатора. И продукция, которая стала победителем конкурса «Сделано на Кубани», отмечается специальным знаком, чтобы для потребителя среди всего многообразия продукции было удобно выбрать, какая продукция наиболее качественная, безопасная. Вот тоже эта продукция привлекает внимание наших покупателей. А насколько охотно сами производители принимают участие вот в этом конкурсе «Сделано на Кубани»? Ну, вообще, немного вернемся к истории. Сам знак был презентован уже 5 лет назад губернатором на Питерском экономическом форуме. И в 2018 году был организован первый конкурс. Если мы сравниваем по количеству заявок, то количество желающих участвовать в этом конкурсе увеличилось ровно в 2 раза. То есть сейчас уже проводится 9 конкурс, 2 конкурса в год проводятся. Могу сказать точное количество заявок, у коллег уточнили. Для участия в 9 конкурсе у нас подано 328 заявок от 106 предприятий всего Краснодарского края. И из этих 328 заявок 71 заявка подана у 26 предприятий именно города Краснодара. Поэтому участие активно. Итоги будут подведены в апреле, в конце апреля уже 2022 года. В мае будет торжественное награждение победителей. И многие из производителей участвуют уже неоднократно. То есть это может свидетельствовать о том, что вот тот ряд преференций, которые были разработаны для победителей, они положительно сказываются на развитии бизнеса. И есть интерес у производителей участвовать в этом конкурсе и становиться победителем этой программы. Конечно, если есть спрос у покупателя купить то, что выращено здесь. Вот, кстати, это дает гарантию того, что, например, яблоки кубанские, они действительно выросли под кубанским солнцем, а они завезены откуда-то. Это кто это проверяет? Если мы говорим о победителях конкурса, сделанных на Кубани, тогда да, это размещение знака на упаковке продукции, это подтверждение того, что в первую очередь производство находится на территории региона, что продукция действительно качественная, безопасная, потому что до того, как определены победители, проходит определенная процедура. То есть лабораторные исследования проводят сами участники конкурса, если мы говорим про продовольственную группу товаров. И дальше в процессе экспертной оценки проводится органолептическая экспертиза. То есть приглашаются эксперты специальные, дальше специалисты по категории продукции, которые дают свое именно экспертное мнение, насколько товар качественный, безопасный, соответствует тому, что заявлено на упаковке. Потому что были неоднократно случаи, то есть я являлась членом этой экспертной комиссии в свое время. Например, производители на упаковке писали там био-кефир или там не содержит чего-то. То есть вот такая надпись не всегда обозначает, что действительно есть какие-то лучшие качества, чем по сравнению с другими образцами продукции. Поэтому это все фантазийное наименование, это все находки менеджмента. Не всегда это обозначает качественный действительно продукт. Или там надпись, например, родное, кубанское. А вот именно если знак сделан на Кубане, размещен на упаковке, это подтверждает то, что действительно продукция качественная, безопасная. Знак дает право размещать победителю в течение двух лет на упаковке в своей продукции этот вот значок. И в течение двух лет проводятся лабораторные испытания, исследования этой продукции. Она выборочно выходит, вот эта вот проверка качества. Это какие-то рейды или что это? Это не рейды, это запланированные мероприятия. Проводится также лабораторное исследование продукции, если мы говорим по продовольственной группе товаров. То есть делаются исследования именно специальными специалистами в данной области. И по результатам лабораторных исследований принимаете решение. То есть если вдруг какие-то выявляются нарушения, тогда у победителя отзывают знак, вот это право размещать знак на упаковке своей продукции. Такие случаи были. То есть когда по органолептике там не проходило, и именно было доказано, что это вина производителя. То есть не всегда качество товара это вина производителя. Может быть там нарушение температурных условий хранения и так далее. То есть много разных факторов, которые могут повлиять на качество продукта. Но если это вина производителя, тогда организация лишается права использовать этот знак. Это касается не только продовольственной группы товара, но также и не продав. Например, по школьной форме. Вот были случаи, поставщики поставляли производителю ткань, которая содержала там синтетику, которая не должна была быть в составе. И в итоге вынуждены были отозвать знак у данного производителя. А, то есть при участии в конкурсе они подали совершенно другой состав? Нет, когда участвовали в конкурсе, производитель заявил, что там состав тканей таких-то для производства школьной формы. А когда уже подтвердили, получили, они предельно стали победителем. То есть на период участия в конкурсе у них все соответствовало. Там прошло полгода, была поставка ткани для изготовления формы только другим составом. То есть уже там не стопроцентная шерсть, образно говоря, а уже там с примесью каких-то... Других волокон. Да, волокон, которые не должны быть. И вот производитель пострадал. Решили дешевить продукцию и пострадали от этого санкета. Как? Но вопрос в том, что производитель не обеспечил должного качества на том же уровне, когда он получал знак. Поэтому это ответственность. И когда у нас, допустим, производители хотят участвовать в этом конкурсе, организатор предупреждает о том, что в случае, если вы станете победителем, вы должны будете поддерживать качество этой продукции в течение двух лет. Конечно, вы же получаете определенные привилегии. Да, спрос на эти товары растет. Да, потому что референции вы получаете определенные. Поэтому, да, здесь четко нужно отвечать за качество и безопасность продукции. Ряд преференций разработан. Тоже активно пользуются производителями. Это инжиниринговые услуги и выдача займа под низкий процент. И приобретают производители оборудования тоже по льготным ставкам. Также, ну, ранее, там, в прошлом году была актуальная тема поиск иностранных партнеров. То есть, также у нас производители пользовались, чтобы та продукция, которая здесь производится, уже она могла продаваться там в других субъектах России и за пределами, в принципе, территории Российской Федерации. Вот. Очень активно пользуются победителями этими преференциями. А также с момента определения победителями конкурса сразу начинается следующий этап работы. То есть, участие в всевозможных выставках, ярмарках. Тоже вот в том году пандемия внесла свои коррективы. Не так активно реализовывалась вот эта вот преференция. Но, тем не менее, или это ниже стоимость, чем по сравнению с другими участниками, либо это вообще бесплатное участие. Потом продукция, как я уже сказала, отмечается на полках специальным знаком. То есть, может производитель на упаковке размещать этот знак. А также еще мы проводим работу, чтобы в торговых объектах была эта продукция выделена именно на ценниках. Чтобы был визуальный такой маячок для потребителя, что вот именно эта продукция, больше внимания можно уделить. Как скидки, они же размещают на этой продукции, что скидка. И еще такая, как своего рода преференция, это реклама данной продукции. То есть, активная информационная кампания проходит по популяризации продукции. Которая именно произведена участниками, победителями данного конкурса. А какое количество сейчас производителей обладает этим знаком? Сейчас более тысячи производителей, вернее товаров, 260 производителей обладают этим знаком. Если мы говорим о производителях города Краснодара, то это треть этих победителей. То есть, 300 товаров обладают знаком сделанного Кубани, производство которых находится на территории именно города. А если мы говорим про структуру, то 70% это продовольственная группа товаров, а 30% это непродовольственные и товары производственно-технического назначения. А, кстати, вот чаще всего подают заявки по продовольственным товарам, да? Да, продовольственная группа товаров. Ну, производители больше принимают участие в этом конкурсе именно по продовольственным группам товаров. Конкуренция выше. Больше аналогичных товаров производится, и поэтому есть потребность у производителя выделить свою продукцию. То есть, если, например, станки, оборудование, мебель, не столько много производителей, а вот в сфере продовольственной группы товаров больше у нас производителей, поэтому как конкурентное преимущество даже используют это производители, наличие вот этого знака. Вы затрагивали тему, что на упаковке био, да, и так далее. На ваш взгляд, производителю сейчас важно покупать более натуральные продукты? То есть, спрос есть на натуральность продуктов потребителю? Потребителю, да. Да. Ну, здесь, наверное, на усмотрение каждого. Кто-то хочет более яркую картинку, кто-то более натуральную продукцию хочет. И опять, если мы приобретаем что-то для детей, естественно, более экологичную, более здоровую пищу хочется приобрести. С минимальным количеством консервантов, красителей, усилителей вкуса и так далее. Не, ну просто знак качества Кубани, мне кажется, гарантирует в любом. Тем более, как вы рассказываете, там проводится... Экспертная центр, да, привлекаются специалисты, лаборатория. Конечно, мне кажется, вот я, как потребитель, пойду чаще всего и приобрету то, что хотя бы отмечено каким-то знаком качества, а не просто так на словах где-то это написали, либо это просто какая-то реклама. Куда можно обратиться по вопросу несанкционированной торговли? По вопросу несанкционированной торговли можно обратиться в наше управление. У нас работает горячая линия, телефон 218-98-00. Можно сообщить о фактах несанкционированной торговли. Также у нас созданы мониторинговые группы. Ежедневно проводится такая работа. В состав мониторинговых групп входят как сотрудники нашего управления, так и сотрудники по округам, наши коллеги, и совместно проводим такую работу. В отношении недобросовестных в основном граждан, которые продают продукцию усомнительного качества в непредусмотренных местах, у нас применяются две статьи. Это 3.2 и 3.8 закона 608 КЗШ. 3.2 статья предусматривает ответственность за нарушение правил благоустройства, и 3.8 это мелкорозничная торговля в непредусмотренных местах. Это для всех тех, кто, например, на улице вышел, и из машины, либо просто на каком-то... Просто, да, торгуют в воде-то. Подносите пирожки. Ну, как я уже сказала... Ну, вот бабушки, смотрите, продают же свою какую-то продукцию. Ну, бабушкам, вот смотрите, как вообще происходит вот это мероприятие. Это по пресечению несанкционированной торговли. Если бабушка, тогда к вам подходит сотрудник администрации, говорит, уважаемая бабушка, у нас предусмотрены места для того, чтобы вы могли в нормальных комфортных условиях реализовать, например, излишки собственной выращенной продукции. У нас для этого существуют социальные ряды, фермерские дворики. В каждом районе города такие ряды или дворики есть. Мы говорим бабушке, что вот ближайший расположен по адресу та комната. Это такое специально оборудованное место, там, где бабушка может спокойно сесть, не с земли торговать, а комфортно сесть и продать свою продукцию. И вот мы проводим такую разъяснительную беседу. Конечно, в отношении бабушек никто, никаких протоколов не составляет, потому что мы понимаем, что это действительно вынужденная мера. А в отношении горе-предпринимателей, естественно, принимаются меры. Во-первых, в первую очередь мы говорим о том, что есть легальный способ продажи своей продукции. То есть у нас на территории города порядка 30% свободных мест, не востребованных на рынках и ярмарках. То есть есть свободные места, куда просто не хотят идти, потому что удобно там, где есть трафик пешеходный, там, где много людей. Я сейчас продам и уйду. Вот такая у всех позиция. Вот в отношении, конечно, таких нарушителей... Конечно, там еще надо платить за аренды места, я так понимаю. Но, допустим, фермерские дворики... Фермерские дворики, если это продукция собственного производства, там не предусмотрено никаких платежей. Если мы говорим про ярмарки, в основном это компенсационные какие-то платежи за уборку территории, за уборку мусора, там, подключение электроэнергии, пользование туалетом и вот так далее. Там контрольные весы стоят. Вот за такого рода услуги берется компенсационные платежи. Если мы говорим, например, по ярмаркам выходного дня, это 98 рублей за один квадратный метр. Как происходит мониторинг цен по продовольственным и непродовольственным товарам? Вот смотрите, мониторинг цен у нас осуществляет управление цены тарифов муниципального образования города Краснодара. У нас есть определенный перечень продукций, который утвержден распоряжением губернатора. Это так называемые социально значимые продукты, при реализации которых рекомендовано соблюдать наценку в 10%. Управление цены тарифов ежедневно мониторит цены на реализуемые продукты, и в том числе они мониторят цены на ярмарках выходного дня. То есть если являются факты превышения рекомендуемой наценки на социально значимую продукцию, значит, проводятся беседы с самим предпринимателем. Потому что высокая цена – это не всегда свидетельство того, что наценка не обоснована. Тоже граждане должны понимать. У нас недавно был ажиотажный спрос на сахар. Да, кстати. Это очень интересная история. Рост цен на сахар был спровоцирован именно ажиотажным спросом среди населения. То есть что произошло? Произошло то, что есть определенные контракты, например, по крупным торговым сетевым у нас магазинам. Определенный объем товара должны покупать у производителя за определенный период времени, за месяц. Учитывая, что просто сахар начали сметать, приходилось докупать определенный объем. И уже вот этот дополнительный объем приходилось докупать уже по действующим рыночным ценам, которые действуют на сегодняшний день, на момент заключения контракта. То есть чем больше сметали этого сахара, тем выше цена. То есть я хочу успокоить всех жителей и гостей нашего города и сказать, что сахара у нас достаточно. У нас на территории края производится 40% от всего сахара, который производится на территории России. У нас проблем с сахаром нет и быть не может. Все основные заводы находятся у нас в Краснодаре. Без сахара мы не останемся. По этому поручению главы мы даже организовали продажу сахара на ярмарках выходного дня. То есть у нас сахар двух производителей на протяжении трех недель реализовывался на ярмарках. Поэтому цены мы мониторим. То есть управление цен тарифов ежедневно. Мы как управление торговли также принимаем совместное участие в этих мероприятиях. Также мы отслеживаем объем товарных запасов. У нас ежедневно крупные торговые сети направляют нам информацию и еще оптовое предприятие. Наличие товарного запаса буквально по дням. Особенно социально значимым продуктам питания. То есть мы отслеживаем вот эту ситуацию по 70 позициям. Я хочу сказать, что товарных запасов достаточно. В распределительных центрах товарный запас есть. У нас нет ни проблем ни по одной группе товаров. То есть там тоже была история с той же бумагой. Это все временные трудности, которые когда взлетели цены. Это связано с тем, что цена не понизилась. Но она уже понижается. Буквально мы уже мониторинг проводим. Цена уже стабилизируется. Это связано с тем, что компоненты для производства бумаги, то есть химические вещества, которые используются для отбеливания бумаги, они закупались за пределами Российской Федерации. Учитывая проблемы с поставкой, то, что некоторые производители просто прекратили работать, я имею в виду с Российской Федерацией, вот временные трудности с этим связаны. И цены повысили просто для того, чтобы люди прекратили слетать эту бумагу. То есть бумага есть. Производство в стране бумаги есть. Ничего не случится, но она будет, может быть, на тон чуть-чуть желтее, чем ту бумагу, которую мы привыкли покупать. Ничего страшного в этом нет. Производители над этой проблемой работают. Поэтому все хорошо у нас будет и с бумагой, и со всеми остальными товарами. У нас даже проблем нет. Цены, которые сейчас поднимаются на овощи, это связано прежде всего с сокращением товарного запаса. То есть если в прошлом году, в этот же период, была возможность закупить что-то за границей, то сейчас такие возможности, скажем так, очень ограничены. То есть вот это тоже сказывается на формировании цены. Много факторов включено в формирование цен, да, и транспортная логистика, расходы и так далее. Но вот фактор сезонности тоже нужно учитывать. То есть не всегда мы говорим, что цена высокая, это вот спекулянты. Эта цена может быть обусловлена действительно сезонностью. Но сейчас мы уже в ближайшие 2-3 недели ожидаем новый урожай по определенным группам товаров, и уже мы думаем, что цены стабилизируются. Ну, конечно, если это будет произведено у нас и выращено у нас, и продаваться у нас, конечно, это будет совершенно другое. В общем, мы сами, как потребители, провоцируем рост цен на тот же сахар. Ну, либо нехватку, его временно. Цена образования зависит от множества факторов. От местонахождения поставщика, от местонахождения производителя, от отпускных цен, сезонности, расходы на доставку, расходы на упаковочный материал тоже в существенную роль играет в ценообразовании. Вот сейчас тоже была большая проблема. У нас увеличивались стоимости те продукты, которые мы даже не предполагали, что они могут увеличиться в цене. Например, речь идет о молочной продукции. То есть... То есть... То есть имеется в виду тетропак, да, вот эту упаковку? И тетропак, и пленка, капсула для производства пленки для вот этого социального молока у нас идет в пакетах. Да. Вот вся упаковка у нас закупалась, ну, основное количество за границей. И то есть если по условиям контрактов изначально работали наши производители молочной продукции на условиях постфактум оплата была, то есть приобрели упаковку, там, через 5 дней оплатили, то сейчас стопроцентная предоплата плюс курсовая разница. Это тоже сыграло вот в том, что у нас выросли цены на молочную продукцию. Потому что многие рассуждают так, выросли цены на молоко. У нас что? Молоко подорожало? У нас что нет своего молока? У нас коровы импортные? Вот так рассуждает потребитель. А здесь чуть-чуть нужно глубже смотреть. То есть много факторов цена в образовании, вот существенное влияние тоже отмечено из-за роста цены на упаковку. Елена, спасибо вам огромное за разговор. Вам спасибо.